На пешеходном переходе у краевой типографии водитель Хонды Стрим сбил пешехода, который шел через дорогу на зеленый свет. Мужчина после падения на асфальт был совершенно дезориентирован. Заботился о нем сын, которому пострадавший успел позвонить. Семья живет неподалеку, на улице Шмидта. Врачи еще в пути, но первую помощь раненый уже получил. Бинтом из автомобильной аптечки ему замотали кровоточащую рану. Это фикция. Случай требует квалифицированной помощи. У пешехода не лучший анамнез. Минувшей зимой он перенес три черепные операции. Именно поэтому состояние 58-летнего пациента, не от ложки, очень серьезно волновало его семью. Супруга тоже прибежала на место ДТП, оставив внучку соседки. Поставили ровшитные пластики. У нее что за операция была? Дематомбура. Я говорю, дематомбура удаляли. Удаляли, что ли, да? Да. И на этом стороне, и там на стороне. Состояние пострадавшего волновало не только близких. Водитель Хонды Стрим наблюдал за происходящим с известным волнением. Шансы оказаться виновником ЧП у него практически стопроцентные. Мужчина, возвращавшийся с работы, переходил дорогу на зеленый свет. Зеленый горел и автомобилисту. Обогнув площадь Серышева, автолюбитель собирался ехать по одноименной улице дальше. И, совершая правый поворот, не увидел идущего по зебре мужчину. Тот был одет в темный рабочий костюм, а водителя слепили фары встречных машин. Помеху не увидели и пассажиры, которые ехали в минивэне. Там горел зеленый, а пешеходный горел тоже. Получается, в поворот можно входить, и было темно, ну как темно, светит все, что видно. И он только, получается, вышел, мы его даже не заметили. На этом повороте обзор ближней обочины закрывает столк, на котором крепится светофор. Пешеход выходил именно из-за него. Автомобиль, который сбил мужчину, нагонял его сзади слева и в поле зрения пешехода не попадал. Станет ли автолюбитель фигурантом уголовного дела, покажут время и окончательный диагноз пострадавшего. С места происшествия Виталина Кондрахина, Мария Склярова и Александр Савчук.